Девушки отдыхают Хвала тебе, о боже всемогущий, за право быть святыми и грешить За счастье быть звеном к векам грядущим за право свой короткий век прожить Добрый вечер, уважаемые дамы и господа С огромным удовольствием хочу вам представить своих лучших друзей Это актеры театра и кино Любовь Руденко и Евгений Воскресенский Ура! Добрый вечер! Дмитрий, 37 лет Встречался с замужней Когда решил порвать отношения, она пожаловалась мужу, который стал мстить за честь жены Дмитрий певец и композитор Руководит детским театром Предупреждает, что никогда не жил с женщиной под одной крышей Допускает измены в браке, если вторая половина об этом не знает Мечтает построить дом Будущая жена Дмитрия не будет водить машину и брать на себя мужскую работу Она должна терпеть его сложный характер и всегда хорошо выглядеть Ищет ту, кто будет радоваться его успехам и родит ему детей Василиса рассказывает, что правда, что легенда Но если у человека несколько планет в козероге сразу Если он такой выдающийся представитель своего знака, каким являетесь вы Я всегда настораживаюсь Потому что, с одной стороны, это очень правильные, достойные, как бы приличные люди С другой стороны, носим обручальное кольцо на правой руке Это не обручальное кольцо, это не обручальное кольцо Своей работой с каким-то усиленным энтузиазмом Иначе без штанов останется Ну, знаешь, Лариса, кто-то делает это по принуждению, кто-то с энтузиазмом Первые два года с энтузиазмом, а потом по принуждению Да нет Меня беспокоит вторая часть козерога Вот тот самый рыбий хвостик, который у нас вьется в этот самый мир эмоций Такие мужчины обычно либо верны в любви, очень серьезные, холодноватые Правда, немножко и скучноватые для женщин Либо их страсти принимают такие навязчивые формы А иногда даже где-то граничит с распущенностью, с неправильным образом жизни Вот хочу сегодня выяснить, может быть, узнаем что-то побольше про этот рыбий хвостик Ой, выясним, обещаю Что ты так напряглась? Да я вон выделюсь слушаю, думаю, маньяк, что ли, пришел? Нарцисс, он нарцисс Он не извращенец, у него нет сил для того, чтобы творить извращение 37 лет! Вообще-то на моем рынке такие купцы, в общем-то, в очередях-то не стоят Женать не был никогда детей? Да, они прям сразу к прилавку подходят, в очередь-то не выстраиваются Приходят и уходят Молодцы! Ну вот слушай, слушай! Мужик Ягодка опять! Я в мужчинах разбираюсь очень хорошо, я сам себя критично оцениваю, поэтому вижу, красавчик Надя, настройся, надо брать Дмитрий У вас такая была история, я всякую в жизни видела и слышала Но вот чтобы любовник был уговорен мужем вернуться к его же жене, я такого еще не слышала Вот расскажите эту историю Ну была действительно история интересная, это было где-то, наверное, 5 лет назад Случилось это на теплоходе, одна из девушек, с кем мне посчастливилось познакомиться Ну такой курортный роман, скажем так, да? Ну прям было-было? Ну в общем-то ничего особенного Было-было-было, но прошло Это было-было-было Да, да Не, ну он довольно-таки приятный, молодой человек Приятный То есть у него нет ничего отталкивающего Ну и ничего предотвестного Ну мне сложно так, это неэтично так говорить, что она влюбилась Ну был какой-то такой момент, и после этого круиза, да? Она сказала своему мужу, она сказала своему мужу, а муж был руководителем одной из преступных группировок, скажем так Очень такой серьезный человек Она сказала, что больше она его не любит Да И что она любит Дмитрия Дунаева Так у нее есть На пароходе Если муж у авторитета, она что, дурочка такая же не говорит? Она наивная, ей было лет 14 Нет, ей было не 14, ей было около 20 Ну что же самое К тому моменту муж авторитет уже вот так достал Что самое главное, что самое главное, что на самом деле меня просто убило Она позвонила по телефону и сказала Все, Дима, я призналась своему мужу, что я теперь люблю тебя А мой муж бандит, и поэтому он сказал, что он тебя убьет А я покончаю жизнь самоубийством и написала записку реально в том, что в моей смерти виноват Дмитрий Дунаев Да, потому что он у нее папик, и как положено в семье, из одной семьи в другую То есть предполагалось, что она сразу придет к вам жить от того папика И тот приличный человек Кем предполагалось, Ларис, не бандит? Вот их вот бандитской семьей Буквально на следующий день То есть у нас как раз был рейс Я отправлялся в Москву-Питер на теплоходе И все садятся, как всегда, на речном вокзале Ну, естественно, зная о том, что она мне рассказала Я понял, что за мной придут Ну, они не поняли, но новые русские ребята солидные Есть в Химках Когда в Химке проплываете Там есть такой шлюз Да, шлюз И запросто можно на этот шлюз прийти и спокойно на теплоход нырнуть То есть они этого не придумали То есть они обыскали реально весь теплоход Это было Вот И все там были предупреждены, что я не иду этим рейсом Я спокойно сел в Химках и пошел дальше Но что самое главное, потом ситуация наладилась И насколько я слышал, что я действительно... Если пришли в бандиты Нет, нет, нет Я не подружился И мало того, я как бы не очень люблю вот эти все дела Вот Но, в общем-то, потом ситуация наладилась То есть он ей все простил У них родился ребенок Я точно не знаю, девочка или мальчик Нет, точно не от меня У них Мне кажется, не нужно вот такие вот истории выносить на публику А любовница, мужчина, для мужчины Что можно было поинтереснее Кстати, как качество можно расценивать здесь честно Это что-то очень хорошо Женщины вообще, они... То есть они такие люди непредсказуемые Я обожаю женщин Какими бы они стервами ни были Они все равно излучают какое-то свет и тепло И за это мы вот их мужчины Проблема у нас какая Он любит всех женщин А надо выбрать одну Тогда давайте сейчас определимся А я, как женщина, которая была долго в браке Я не могу спокойно смотреть на такого молодого, красивого И холостого, свободного Лара, я должен сказать Мы все втроем в поиск Можно я Евгений дозвучу? Вы были по молодости любовниками с Женей Да, это было... Браво! Один раз, правда, но не важно Запомнила на всю жизнь Вот это была явка Программа «Давай по Жене всем» Печет сенсации, как пироги Потом я удачно вышла замуж И справилась Это был, да, это был 81-й год Это был гитмик А у меня вот такой вопрос А к чему мы сейчас это обсуждаем? К тому, что я же не побежала жаловаться на Жене Что он второй раз ко мне не пришел В общадь К тому жаловаться Ну дура с девочкой Ну возьми Слушай, правда, сейчас не врешь? Зачем мне врать? Я человеку в глаза вот так смотрю Да нет, ну как это? Друзья мои, как бы там ни было Артисты тоже люди И хотят прийти домой Чтобы было как? Расскажите Вот вы приходите домой Вы женатый человек Если честно Действительно хотелось бы Приходить домой А дома тебя ждет Убранная квартира Ужин Первое Второе И компот Третье Понятно Желательно Я не пью просто на самом деле вообще Только курю, к сожалению Но не пью А жена ждет? Дима, а что это за теория С кружкой С которой можно пить года три Но потом надоест И хочется поменять Вы не обещаете быть верным в браке И не ждете, в принципе, от жены того же? Ну, по договоренности Главное, чтобы не знать об этом Действительно, к сожалению Есть во мне такой порог Когда, ну, действительно Появляется человек Вроде бы ты его действительно любишь А через какой-то момент Ты понимаешь, что уже не любишь И вы знаете Есть очень часто Встречаются такие пары Я действительно в своей жизни Часто встречал такие пары Когда они пытаются терпеть Он терпеть, короче, не намерен Я так понимаю Что страсть кончилась Нет, он еще не любил И он терпеть больше не намерен Сколько ему лет? 37, по-моему, летит Димочка, нельзя с такой позиции Нельзя с такой неготовностью Уискать свою жену Послушайте, поверьте мне А что такое готовность? Вы уже не так молоды Не так хороши с собой И седина тронула ваши красивые волосы Поэтому обещайте, что будете верны До гробовой доски Не могу Он не женщину любит А наблюдает за собой В этом союзе с женщиной И вот, может быть, как раз-таки Вот в этой передаче Найдется та самая единственная Кого я действительно полюблю И буду ей верен в свою жизнь Короче, со второго взгляда И с третьего Он не полюбил Вдруг с первого полюбит Ты чувствуешь? Ты чувствуешь? Я за тебя начинаю борьбу Хорошо, Димочка Опишите вот мечту вашу Вы имеете в виду фактуру? Внешние данные? Да вам будет трижды золотая Придет полуголая Станет танец Ой, нет, полуголая нет Кстати, полуголая мне не нравится Сразу хочу сказать Мне как раз-таки нравится Чтобы была такая Таинственная Чтобы она была одета Желательно не в юбку Макси Мне нравятся женщины Невысокого роста Достаточно худые Мне, конечно, бы хотелось Должны быть какие-то обязательства В семье перед вами Допустим, ждать вас под утро Потому что у вас работа А терпеть вашу подругу Я не могу этого требовать Я не имею права этого требовать Не имею права требовать этого То есть никаких требований? Думаю, наверное, нет Значит, будет бардак Нет, хотелось бы Нет, хотелось бы Чтобы во всем была честность Если она будет провинциалка Ни разу не бывшая в театре Ни в одном Будет говорить с говорком Будет раздражать? Вы знаете, наоборот Нет, мне даже это будет интересно Опять-таки Вот та самая непрочитанная книга Она всегда интереснее Вы знаете, вот с вашей честностью То есть мне будет интереснее То есть я, наоборот Я ее буду водить по театрам Я ее подскажу, как лучше одеться С возрастом что? Хотелось бы очень молодой А 18? А детей? Сколько хотелось бы? Детей хотелось бы двое Хорошо, все прекрасно Мне про вас все понятно Я мечтаю о детях, правда Потому что я считаю, что дети это боже Ой, давайте мы про ребенка потом Когда будет другое ток-шоу Будет нас здравствуйте дети Или дети великих артистов Жень, к тебе хочу обратиться А вот я знаю, что ты считаешь, что Диме рано жениться Да, потому что я тебе должен сказать, что мы здесь все втроем Мы все в поиске находимся В следующей передаче приглашайте нас Может быть мы сейчас кого-то подберем Я про тебя Может быть у нас так бывает, кстати Когда же Дима идет к свахе И Любе подыщем Ну потому что маловат Он еще, в смысле, молодоват Я бы сказал 35 Не мог бы подождать 37 Ну 37 на самом деле Ну как-то ему и так хорошо Он, мне кажется, это иллюзия Мы все хотим чего-то Товарища не хочется терять Да, он эгоист Он думает только о себе Да я тебе хочу Потому что они не смогут потом встречаться За вас и мужские всякие Вот как тусовки у них закончатся Я тебе хочу подобрать А вас, наверное, не берут Потому что мужская компания А если у него жена будет Значит, вроде как и вам хорошо Нет, ну это все Это же проблема А мне все хорошо И будем ездить с женами Жен, с женами будем везде ездить Нет, друзья всем Женя, ты тоже бы завел бы кого-нибудь Либо жену Заводит либо собаку Либо машину Либо морскую свету Смотрите Я вот Это три обременительные вещи Вот я его не советую Я давно развелся И пока чувствую себя хорошо Но вот время приходит Надо что-то выбирать Поэтому я Потому что мне время пришло Поэтому я пришел выбрать А ему не надо Мой золотой, мой мальчик Ну я буду иметь в виду Я буду учиться У меня глаз-то наметан уже А Женя, ты тоже не женат? Ты не был женат? Нет, они все свободные Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Что я могу пожелать Сорокалетнему мужчине Вы заложник своих привычек 37 лет 30, хорошо Да-да-да Не надо накручивать Постепить Комитация, как говорится Привычки есть Все Поэтому я хотела бы найти Знаете, какую жену? Жена как хороший официант Вроде на столе все есть Даже не замечаешь, когда все меняется Это комфорт Вроде ничего нету То есть появляется, когда надо И исчезает, когда надо Дим, я вам желаю такую семью Где вам жена будет другом Чтобы она была вашей любимой женщиной Идеальной мамой для вас Но прежде всего другом Потому что актеру очень тяжело Освободиться От состояния после спектакля После съемок И, честно говоря, нас не очень тянет домой Не хочется, чтобы вас очень тянуло домой Потому что уже пора Как астролог скажу, что Вероятность испытать именно приступ страсти Резко и неожиданно в этой программе У вас просто микроскопическая Потому что сами все взрывы страстей В вашей жизни будут пару раз Может быть, за всю жизнь Но вы тот человек, который способен полюбить Не со второго, с третьего А, наверное, с десятого взгляда Вам нужно пронаблюдать девушку Удостовериться в ее качествах, достоинствах Понять ее Хорошенько понять, что она не несет за собой Ничего непредсказуемого для вас И опасного для вашей стабильности Непредсказуемость Хочешь выиграть? Веди себя спокойно Предсказуемо И стабильно Это будет сложновато Дмитрий, идите знакомьтесь с первой невестой Удачи Здравствуйте Дмитрий Меня зовут Надежда Я пришла вас покорить Очень приятно, Дима Очень приятно Я не хотела ни про кого плохо говорить Но это ужасно Здравствуйте, Надежда С кем вы? Это мой друг Павел Очень приятно Давайте на вас посмотрим, чтобы узнать вас лучше Надежда Надежда Два года назад приехала покорять Москву Гордится скандальным выступлением на программе «Минуты славы» Мечтает стать певицей или актрисой Предупреждает, что выйдет замуж за того, кто поможет ей пробиться на большую сцену Надежда три года добивалась взаимности от мужчины Поначалу он не отвечал на ее звонки, а потом отказывал в интиме Надеется, что Дмитрий окажется не таким строптивым Что скажешь? Идеальная кандидатка для любой программы, чтобы собрать высокий рейтинг Как все люди с луной в Альве Раскрепощенная, громкоголосая, иногда слишком откровенная Юпитер в 10-м доме Основная цель Хотим славы, больше всего на свете Цинизм девы Устойчивость и настойчивость к озерогу И в общем идет к своим целям, не разбирая дороги, можно так сказать Пока она сидит и не видно вот этого всего антуража Еще более или менее Но извините, как так можно было одеться на передачу, где речь идет У нее вызов, у нее провокация Ну не знаю, станет ли наш вообще интеллигентный герой вашей путевкой в жизнь? Почему бы нет? А что за выступление у вас было на минуте славы? Это называется срам минуты Скандальная Почему скандальная? Я дошла к Меладзе Да, 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 она на столе легла Она спела песню под плясовку Геагрин, Кривород То есть там вообще просто, конечно Ой, Надежда, что ж вы там такого показали, Меладзе? Чего нам нельзя показать, увидеть? Я ему не показывала, я просто спела Меладзе понравилось? Просимо, пожалуйста Исполнить песню? Мне кажется, он в шоке Он смущен, он не ожидал такое увидеть Девочки, ну как можно сразу все свои недостатки так явить миру-то, а? Кошмар! Мне кажется, она сцена сейчас разгромит просто, понимаешь? Я люблю Николая Мне не нужны ни бриллианты, ни мужики Олигархи Один лишь Коля Мне нужен Коля Снег на звезду, звезду достану для Николая, звезду достану, но зачем Коля моя звезда? Коля же сам, суперзвезда! Мне жалко. Не смешно даже, а просто стыдно. Сказать вам, кого вы напоминаете? Это вот девочки, которые в театральный тур, не то, что первый тур не проходят, а собеседование. Они потом напиваются, и ну вот так вот изгалятся тоже, да? Не ворщай, не ворщай, не ворщай, не ворщай. У меня горло болит. Очень горло болит просто у меня. Я замерзла, и у меня горло болит. Поэтому у меня голос плохой. То есть вы считаете, что у вас голос только плохой? Причем лицо-то у нее адекватное. Это же неадекватное поведение, совершенно просто. Павел, а вы как-то сидите, и будто бы даже стыдитесь своей подруги. Я увидел четко поставленную задачу, и она, мы ее видели, и она выполняется. Наша цель Дмитрий. Он нам идеально подходит, как жених. Идеально! У Дмитрия не спросили, только подходит. Зачем она пела Коли-Коли-Коли? Надо петь было Димой. Она еще пела, так очень лично. Переделаем, мы все переделаем. Главное, что нам подходит Дима. Я тебе что сказал? Туда смотри. Девушки говорят, не отвлекайся. Продюсер. Я друг, я друг, я тренер. Нам нужен врач, мне кажется, нам нужен, и им нужно сказать. Нам нужен врач, а не Дима. У вас был молодой человек, которого вы добивались, вот так же, наверное, страстно, как сейчас несчастных и пожилых мальчиков. Он никак не хотел идти с вами ни на какой катак. Его вот это отпугивало, моя напористость. Нет, не отпугивало, нет. Он сам говорил. Ленивый мальчик, он ничего не хотел. Дмитрий не ленивый. Дмитрий, он знает. Он красивый, он хорошо оделся. Паша, Паша, дай поговорить мне с вашей подругой. А вот вы пришли бороться за такого скромного Дмитрия. Скромный? Да. Вот что вы расскажете о себе? Ну, кроме того, что у вас был роман несостоявший с молодым человеком, который от вас все время делал ноги. И больше ничего у вас такого не было? Ой, много чего было. Я и писала на снегу, я люблю человека, делала ему подарки, сюрпризы, стихи, а он не оценил. А мне нужен мужчина, который оценит. А сколько вы уже лет в Москве, откуда вы приехали? Два года в Москве, город очень маленький, его даже путают. Балакова, говорят, мне очень неприятно. Хотя город называется Балакова, Саветсково. Мы тут знаем, у нас были с Балакова. Да. Были? Да. Вы учились, работали. Что вдруг у вас в 23 года? А потому что я не люблю однообразие. Мне не нужно этого. А какое у вас образование? Высшее техническое. И вы решили, что ваше высшее техническое здесь никому 300 лет не нужно? Здесь? А в Москве шоу-бизнес как бы меня с детства привлекал. Шоу-бизнес. Потому что это однообразие, работать на заводе, каждый день вставать в 5 утра, вечером приходить, я не могу. Снимаю комнату. Она практична. Ну, в перспективе, может быть, неплохой с женой. Вот сейчас набесится, набесится. На самом деле, да. Вам нужен мужчина, который вам поможет пробиться на большую сцену. Да, из чувством юмора, добрый, душевный, искренний. В шоу-бизнесе таких нет, правда, я уж. Зачем? Наткнулась. Что вам Дима-то? Посмотрите, Павел. Да нет. Не, он брутальный. Павел тренер. Павел тренер. А Дима, она нейтральный мужчина, который любит сам себя. Значит, он к девушке будет относиться как к партнеру по бизнесу. Какой такой нейтральный мужчина? Вы скажите, что такое нейтральный мужчина? То есть они уже попилили его бизнес? Нейтральный. Скажите мне, пожалуйста, Надежда, вот если появится взрослый мужчина, да что появится, вот сидит Дмитрий, который возьмет за руку и скажет, все, Надюха, успокойся, тебе больше не нужно позориться, тебе не нужно больше демонстрировать свою неидеальную и очень юную фигуру, тебе не нужно уже плохо петь, орать. Не надо, я повезу тебя за собой, я все тебе устрою. Родишь мне детей, у тебя будет прекрасная семья. Не позорься, ну уже не девочка. Потому что лицо у вас не глупое. Пойдете за... Ну нет, просто у меня главная жизнь это эмоции. А от сцены и от аплодисментов, от камер я получаю эмоции. А сидеть дома... А это не аплодисменты, это смех, вы выглядите смешно. Вы же это понимаете? Нет, сидеть дома как-то готовить... То есть не готовы? Я так не способна. Спасибо большое, проходите в свою комнату. Что такое? Ты прям так говоришь. Редиска, слабачка. Это все. Женечка, ну что ты скажешь? Женщине нужна карьера. Она из карьерных соображений пытается вот как бы охмурить. Понимаете? Мы имеем регионы, приезжающие в Москву. Да. Но хорошо, если товар 16-17... Женя, ну что ты равняешься? У нас был конкурс, 4 тысячи человек на место. Ну что ты сравниваешь и брали по другим критерам. Сегодня вот такая реальность. Поэтому, может быть, это будет поучительно, если девчонки сейчас сидят, надрывают животы у телевизора. Может быть, они сдадут билеты, не поедут в Москву покорять вот таким образом. Потому что это путь в никуда. Он очень короткий, он пунктивный. Поэтому здесь все понятно. А что это переступать до встречи в себя? Карьера – это когда ты профессионал. И профессионально выполняешь работу, за которую ты получаешь деньги. Жить надо. Одеваться, девать... Ну если он не симпатичный, я не буду жить с человеком, который не симпатичный априори. Любочка, дорогая моя, ты бы хотела такую невестку? Я в шоке немного тоже. Потому что я, конечно, видела многое в этой жизни. Но вот такого, чтобы... Роза? Ну, я просто хочу напомнить, что у нас программа сурьезная. У нас свято дело называется, корень свадьбы, да? То есть мы о таких ценностях говорим. А сводничество, а это сводничество, во-первых, это уголовно-наказуемое дело. А что тут обсуждать-то? Я в сводничестве не участвую. Не любая цель оправдывает средства. Я, например, свою дочь все время учу. Даже если тебе очень хочется славы, как вот в случае с нашей невестой. Но не все можно для этого делать. И нельзя терять себя. Просто ты никогда не будешь счастлив. Мне жалко нашу молодежь, потому что мы видим ни одну и ни двух надежд, которые сюда приходят. И Александр Македонский в ее возрасте, даже моложе, завоевал полмира. А что может она ноги раздвинуть? Это смешно, недостойно, это отвратительно. Поэтому не то, чтобы в жены, ведь в невесту ее рекомендовать невозможно. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к встрече с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас худе Дмитрий. Идите знакомьтесь со второй девушкой. Удачи. Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Снежана. Я надеюсь, вас первая невеста не сильно напугала. Дима, очень приятно. Приятно. Спасибо. Проходи. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я с подругами, обе Кати. Снежана, 25 лет. Владелица студии «Загара». Мечтает открыть салон красоты. Гордится участием в реалити-шоу. Считает себя строптивой натурой. Выйдет замуж за того, кто сможет ее подчинить. Возлюбленный Снежаны был гораздо старше нее и дважды разведен. Поняв, что штамп в паспорте ей не светит, ушла. Надеется, что Дмитрия не пугают серьезные отношения. Неправильно про меня сказали. Мне 24. Что скажешь о девочке, которой не 25, а только 24? Я думаю, что вы не очень отличаетесь от первой героини в том, что касается амбициозных целей по жизни. Вы тоже хотите славы. Тоже готовы на многое пойти ради этой славы. Но, возможно, окружение и методы различаются. Я думаю, что сегодня ваша история про это нам что-нибудь дорасскажет. Ну, я не хочу вам перечить ни в коем случае. А вы в корне не согласны. Перечить? С чем вы не согласны? Ну, зачем собрались-то? Перечить? А, перечить? Конечно. Нет, я ни в коем случае не считаю, что я готова ради славы абсолютно на все. Первая героиня, конечно, повеселила меня от души. Но все-таки действительно, ребят, я, мне кажется, в корне отличаюсь и воспитанием. Я не сказала на все, сказала на многое. У нее просто денег не хватило, а у вас денег побольше. Ну, это же здорово. Это же сделано просто. Вот я смотрю, думаю, ну, брови. Ну, а что, своих нет, что ли, уже просто-напросто? Послушайте, а она что, лучше ходить с черными дырками в зубах, зато натуральные. Так вот я и говорю, нет, она говорит, я не отличаюсь ничем. Ничем абсолютно. Просто денег, конечно. Правильно, денег побольше. Уметь пользоваться аксессуарами, это очень важно. То, что салон есть, все идеально. То, что бизнес есть, это хорошая заявка. Невеста должна быть приданным. Послушай, а мне говорите, социальную сеть любую вскрой. Каждая вторая телочка вот примерно так выглядит. У вас был молодой человек. Да. И у вас были с ним очень серьезные отношения. А что не устраивало? Да, у меня были серьезные отношения. Мы были вместе довольно-таки долго, мы прожили довольно-таки долго. И он был намного у вас старше? Он был старше меня, да. Получилось так, что человек был женат уже дважды до меня. И есть ребятишки, были жены. И, собственно говоря, наверное, человек не готов трижды пойти в ЗАГС, поставить штамп этот. Для меня это очень важно, потому что я хочу полноценную семью, а плюс карьере и детей безумно хочу. А он вас стыдился? Что там была за ситуация, когда он вас привел в компанию, где были его друзья с женами? Нет, это мы летали отдыхать все вместе. У нас конфликт был с его другом. Мы с его другом немного не понимали друг друга всегда. Не знаю почему, в силу чего. Ну, ваша версия, что у него была жена не молода, не хороша с собой. Нет, она была молода и хорошо с собой. Точно так было. Нет, вы считали, что вы ярче, вы красивее, у вас ноги длиннее. Я не стыдила, Лариса. И друг давал косячка на вас. Может быть и так. А при жене это было делать неудобно, поэтому лучше же подтрунивать, лучше же задевать, лучше же издеваться. Я не исключаю этот вариант. Может быть и так. А вы своему молодому человеку почему не объяснили, что именно такая ситуация? Почему вы дали ему возможность к вам так относиться? Он просил вас уйти, вы ушли. Нет, там не такая история была, не то, что попросил уйти. Я боролась очень долго за наши отношения. Я объясняла, мне было непонятно, почему человек слушает друга, а не меня. Ему в любом случае жить не с другом, а жить со мной. Но так случилось, давайте не будем ворошить прошлое. Здесь, Жанна, вы хотя бы приблизительно представляете свою жизнь с актером? Что это такое? Ну, я думаю, что это постоянные гастроли. Это если повезет. Лариса говорит с актером, Дима все-таки он не столько актер, он сколько музыкант, он певец. Он больше по ночам дома песни пишет. Вот, кстати, вы думаете, что я хочу там, например, уединиться в кровати. Вот тут испугали роялем уже. А вот скажи, подожди, я мелодию придумала, сейчас я должна ее записать. И сейчас тебе дам послушать, ты ее будешь первый слушать. Храни нас Бог, пусть будут наши годы. А вы ему эту котлетку науне светлее, чем у других. Знаете, котлетки-то он точно не отодвинет. Кому не отодвину? Котлетки. Дима отодвинет, отодвинет. Он поет на поступке швейси. Она сможет адаптироваться к нему. Но если он ее раскусит, ей не сдобровать. Дело в том, что я не только овладелица какого-то бизнеса, я также пою. Споете, Снежанна? Мы приготовили сюрприз. Я очень волнуюсь, очень стесняюсь, потому что первый раз это... Сюрприз. Сюрприз, да. Вот для этого мне поможет моя подруга Катя. Давайте посмотрим, послушаем. Еще сейчас будет из себя опер на певице строить. Я тоже так могу. Фанер включить я буду. Послушай, тише, тише, тише. Взять рядом, сожми мою ладонь. Мне страшно, боль стихнет. Но как посмеет сердце отдать? Все то, что было, только нас. Освободи мое сердце, перевинтуй мою душу, Останови мои мысли, ты мне сейчас очень нужен. Освободи мое сердце, перевинтуй мою душу, И я уйду незаметно, если тебе так будет лучше. Перевинтуй мою душу, это... Если тебе этот будет лучше. Послушай, тише, тише, тише. Я помню все то, что было между нами. Ты, сядь ближе, закрой глаза, Останься со мной. Перевинтуй моим воспоминаниями. Освободи мое сердце, перевинтуй мою душу, Останови мои мысли, ты мне сейчас очень нужен. Освободи мое сердце, перевинтуй мою душу, И я уйду незаметно, если тебе так будет лучше. Перевинтуй мою душу, я пошлее фразы в своей жизни, Вот даже никогда не слышала. Это все что угодно, чтобы душу беттовать, да. Хотя на самом деле в этом что-то есть. Боже мой, красивая девочка, и все ей сданы. Кто же их вот заставляет? Слушай, а ты еще вслушиваешься в слова этих песен, что ли? Ну нет, никак. Перевинтуй мою душу, перевинтуй мою душу. Ну конечно, это не услышать. Но красивая, правда? А Катя... Женя, мы Диму, Женя, мы не тебя. Почему? Ну а мы же пора или нет, Любочка? Нет, это мой ресторан, поэтому я угощаю всех, да. Можно Женю? Хорошо, все, теперь вернусь. Женя, а какая Катя, Женя? Мальчик мой, можете смотреть на Катю, на кого угодно. Вам можно сегодня все. На самом деле очень интересная девочка. Посмотри, у нее прекрасный бизнес. Бизнес связан с красотой. И она как ходячая реклама. Мне она очень понравилась. Действительно интересная девчонка, внешне интересная. С вокалом я пока еще до конца не разобрался. То есть песни, которые... То есть все, что связано... А, вначале, да. Вот эта песня претендует на хит. Люба, тебе понравилась девушка? Вообще сложный вопрос, потому что я увидела, как загорелись у Димы глаза. Уже хорошо. Да, а там уже все в процессе будет. Как пойдет, сам разберется. Настрой, настрой. Самое главное, чтобы сердечко забилось. Да, у нее сразу было видно, когда только на тебя увидела, она сразу так... Знаешь, у какого мужика бы не загорелись? Ну, не, конечно. Ну, ладно. Мы же тут не черти, что продаем. Роза, тебе как невеста. Не пойдет. Диму, похоже, как, знаете, как горбатор, только могилой спрайт. Вам одной девушке авторитет недостаточно было? Девочка, авторитет вообще кошмар. Я не знаю, мы хотели тебя защитить, нам не дали это сделать, понимаешь? Почему не говорят о том, что ты всегда сама, ты всегда сама зарабатываешь? Девушка бесспорно красивая, и я понимаю, почему у Дмитрия все просто в ее сторону направилось. Но меня смущают женщины, я буду откровенной, которые, с одной стороны, имеют такой гороскоп предприимчивый, я бы сказала, так деньги она умеет считать. И меня удивляют девушки, которые в 18 лет становятся владельцами собственного бизнеса. Причем по времени, почему-то это синхронно совпадает со знакомством какими-то мужчинами. Это очень распространенная история, но я не перестаю удивляться. Ну не завидуйте, господи. Почему же это зависть? Кому-то дарят просто... Ей мороженое, а кому-то грозное. Вот именно, вот и вот и вот прям, да. Мороженое, каждому свое. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. Пусть рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Дмитрию встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Очень приятно. Вас сегодня ждут сюрпризы. Это первый. Спасибо. Будет для вас трансмальчиком. Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте. Свадебное платье, что ли? Почти угадали. С кем вы? Я со своей мамочкой Валентина Владимировна. И со своей сестрой Алиной. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия 38 лет. Педагог по вокалу. Работает с томадой. Мечтает создать студию звукозаписи и открывать детские дарования. Предупреждает, что всех возлюбленных переводит в ранг друзей. Юлия родила двух сыновей от нелюбимых мужчин. А всю жизнь страдала по-женатому, но так и не смогла увезти его из семьи. Надеется, что Дмитрий поможет ей забыть ее любовь. Рассказывай быстрый мне привет. Быстрый. У меня очень счастливая женская судьба. Те женщины, которые рождаются в момент полнолуния, а вот именно так уж матушка постаралась, это те женщины, которые вечно мечутся. Она не всегда в себе женское начало принимает до конца. И в этом ее сложности в отношениях. Поэтому отсюда возникают, наверное, идеи вот этих вот мужчин-друзей и так далее. Но, в общем, это все преодолимо, мне кажется. А тебе невеста? Очень пугает меня женщина, которая в таком зрелом возрасте, старше даже нашего жениха, приходит и дарит какие-то мягкие игрушки. Кстати, я люблю мягкие игрушки. Ну, это так, для того, чтобы немножко развеселить. Но это еще не все. Я пошла, вас накормлю. Мне кажется, она должна быть мамочкой такой. Ну, как бы это грубо не звучало, но такой, как бы старше, чтобы он был под ним. Котлетки вчера крутила мяско отборное. Обалдеть. Там котлеток тоже много, да? А давайте вы ешьте и будем разговаривать. Да, конечно, конечно, конечно. Отключайте все отдельно. Как он сейчас будет это кушать, мне интересно? Это неудобно. Огурцы. Можно я вот эту чертушку? Юлечка, у вас два сына. 11 лет и 3 года. Супер. Ну, вы сказали, что оба ребенка не от любимых мужчин. Так получилось. Вот так получилось. А того мужчину, которого любили больше жизни, был женат, и ничего с ним так... А я и не стала. А что вы от него ждали, что он уйдет? Да нет. А не жалко было ту женщину? А мы с ней даже водку пили. Я знаю, поэтому и спрашиваю. Вот вы скажите, как так получилось? С женой. Где мы встретились? Ну, дело в том, что мы писали вместе песни, выступали с этим композитором вместе на мероприятиях. Ну, и, конечно, жена была всегда рядом. Костюмчик. Все, что надо. Вот. Но дело в том, что у него была дочка. Дочка-то хорошо. А когда дело касается ребенка, когда я просто посмотрела однажды ей в глаза, я сказала, нет, этот ребенок без отца не останется. Просто это табу. Для меня это табу. Ну, расставались по-живому, как я понимаю, да, из-за дочки. И вы думали, что вы никогда не родите, что у вас какие-то проблемы, и это, что врачи вам, да, поставили... А это тот самый редкий случай. Как раз тот редкий случай, когда врачи ошиблись. И ошиблись так, что пришлось 10 лет ждать, ну, как бы, вот этого случая. Поэтому, как сейчас говорят, я родила для себя первого сына. Естественно, я оставила ребенка. Без отца. Скажите, а два пацана, они общаются с своими папами или... Нет. Они не знают, да, кто? Первый не знает, а второй папа не хочет. А вот это показатель плохо, да. Что не дружит со своими бывшими. Так вы же замуж не захотели за него идти. Да. Ну, не просто так не захотела, Рус. Не просто так вы пришли в белом платье, я знаю, что оно свадебное, потому что согласие вы все-таки дали своему молодому человеку, и все дело шло, но уже беременная, ругались все чаще, вы понимаете, что никакая затея, из-за этого ничего хорошего не получится. Да, поэтому за три... Ладно, хоть человек вовремя, то есть это не когда мы уже поженились и начали. За три дня просто человек сказал, не будет. Юлечка, ну такой опыт у вас богатейший. И вы еще, в принципе, молодая женщина, 38 лет. Вот что вы несли важного, что вы про мужчин узнали, что вы разгадали в них? Я точно знаю, что мне надо. Вот это точно я знаю, что мне надо. Что мне не нужен шоу-бизнес. Абсолютно. Что вот эти клубы, вот это вот все наносное. Нужны нормальные человеческие отношения. Тихо, спокойно. И тапочки. Ну она такая израненная, такая уже, и так хочется уже, чтобы мы ей перемотали ее душу. Помочь, да, ее своего чего-то, да, перебинтовали. Юлечка, ваш сюрприз. Да, это будет третий как раз раунд сюрпризов. Но для этого мне нужна будет помощь не только ваша, но и ваших свату. Серьезно. Пожалуйста, заходите. Сюрприз у нее, кстати, какой-то оригинальный. Да, давайте посмотрим. Это у нас принц. Ой, принц. Да, это у нас дракон. А, ой, год дракона. Да, да, да. Ой, я не могу на ледине дракошек. А я, как всегда, ломовая лошадь. Ой, любите, я забыла россия. Вот судьба женщины в России. Транно, ломоват, но это лошадь. Нет, тут я не понимаю, что это. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был, в принципе, просыпался он утром, потягивался. И был у него верный конь. И так любил он своего коня, что даже целовал. Целуй, целуй, целуй. А потом конь его. Не конь, целуй. Раз, два. А навстречу им принцесса. Обомлел Иван от такой красоты Встал на одно колено Протянул к ней руки И запел серенаду И только хотел поцеловать он принцессу Вдруг небо стало черным И появился он, дракон И испугался Иван, дракон Достал свой межледенец Надоелый Ивану Достал он свой кольт 45-го калибра И пристрелил дракона в голову Упал дракон без памяти на суру землю Иван поднял возлюбленную на руки И убежал в далекие края Друзья мои, вы нас повеселили Спасибо вам огромное Юля, вы со своей мамой и сестрой проходите в свою комнату А артисты разнообразных театров Кажется, получилась девчата Но вблизи он посимпатичный Впечатление просто замечательное Вам понравилось, девушка? Ой, вы знаете На самом деле действительно видно, что она замечательная Видно, что она очень любит своих детей Она действительно очень хорошо готовит Я правда, Павел получил огромное от этого удовольствие Но Вы знаете, она такая мама и друг Правда Ну давай уже, заходи Как тебе, Жень? Ну, по всему тому Тоже увидел только друга, да? Вот, знаешь, мне кажется, друга Вот она и развеселит Причем такого настоящего Она и постелит И Но жестко Для другой Дело в том, что Выбирать все равно Димке Но мне она очень нравится Потому что она Она уже Она женщина Она уже не девушка Она уже мать Она еще отнюдь не стара Она хороша Она Понимаешь, она настолько Гармонична во всем, мне кажется И с чувством юмора у человека Все в порядке Ее тоже надо будет завоевывать Потому что в ней столько всего Там, по-моему Правильно Я так просто не сдамся Ну я поломаюсь Не долго, конечно Счастливо Классический случай Почему Одних любим А на других За другим Другим замуж предлагаем Смотреть надо На мужчину, чего он хочет А не то, что вы предлагаете Понятно, почему с ней дружат Извините, вот эти вот игрульки Но это смешно, честно говоря Мужчина должен все-таки вызывать Другие чувства А не чувства игры В общем-то Поэтому не замужем Нет, не Юля Пускай она Переучивается Я помогу И что же он с этим соглашается? Он не сказал замолчите Я все понял Нет, нет, нет Он соглашается только потому Что он хочет разрядить обстановку Я когда Приехала с Урала Совсем девчонка И меня приглашали однокурсники В свои семьи Где мама, папа На праздники Я всегда сходила с ума Думала Ну а чего же они так веселятся И на пианино все играют Почему же у них так Все скучно Почему так все Невкусно А где вот помидоры Соленые перцы А где все спели Станцевали Подрались Выяснили там с мужиками С папиросой Отношения как-то на крыльце Вот есть какая-то в этом стерильность Немножечко фальшивая Псевдоинтеллигентна Вот так вот немножко Вот я не верю Понимаешь А мы привыкли к открытым Тем более актеры Вместе раздевалки Вместе гастроли Понимаешь Все Мы более открытые Мы более искренние Поэтому вроде и хорошо И на сцену И ватными этими шпагами А за этим А бабы нет Понимаешь Вот нет вот этого Вроде сопчик дала Но не присела Глаза не глянула Вот не умеет Лучше бы песня бы затянула По голове поглаз Сказала намыкался И я блин намыкалась Не умеет Пошли А играют В царевну в какую-то А играть надо уже Конкретно в дочке матери Да Вася Прости Ну просто потому что Луна у тебя Ровно на противоположной точке Зодиака По сравнению с Юлей Вы чувствуете и ощущаете Просто по-разному Но люди с этой самой Козерожьей луной Это та самая полнолуния В которой она родилась Они не очень хорошо умеют Выражать эмоции Которые их переполняют Она постаралась Не умеют Но это не значит Что их там нет Она постаралась Сделать это как могла Стол накрыла О себе рассказала Она как и есть Так и сказала Да Все рассказала Да Просто эмоции Все по-разному выражают Она вот так Но я хочу сказать Что помимо того Что ее мужчина Будет окружен Всяческой заботой И вниманием Она именно вас Вот лично вас Способна очень уважать Потому что Юпитер В знаке Козерога Все Козероги Для нее фактически Авторитет непререкаемый А пока реклама Оставайтесь с нами Друзья мои Люба, Женечка Ну вы знаете хорошо Своего друга И как вам кажется Кто ему подойдет Из тех девушек Которые боролись За него сегодня Я думаю Вторая Снежана Снег Как тебе жених вообще Знаешь Как мужчина Больше нет Но если он Зайдет в комнату То я его поддержу Потому что Он хороший человек Я не хочу его обижать Я не могу навязывать Потому что Все равно Право выбора за Димой Главное Чтобы у него Сердечко забилось И бабочки в душе полетели А там уже Самый бед К сожалению Для третьей героини Тоже вторую Ну а ты вообще Как свои шансы оцениваешь Вот как думаешь Есть у тебя конкурентки здесь Знаешь Я не могу сказать Конкретно да И конкретно нет Первая Конечно абсолютно нет Это какой-то шут А третья Больше Схожа с ним по духу Но думаю Что как женщина Больше понравилась ему я Мне кажется Со Снежаной у вас Ничего не получится Она действительно красивая Но у нее другие цели У нее другие планы У нее другой темперамент Она другого хочет От жизни Конечно по внутреннему складу Вам подошла Юля Она вот Ваш человек Она к вам прибьется И будет себя чувствовать органично Но глаз Ваш остался Холоден Поэтому Я как ни странно Не вижу никого Рядом с вами Самый главный секрет Который пытаются Разгадать женщины Мужчины В понимании Как привлечь мужчин Девочки Все просто Если еще раз повторю Мужчина вас хочет Значит Все у вас для начала Будет складываться Как надо Не хочет Извините Поэтому Если с этой позиции Рассматривать Конечно Снежана Аж прямо вас повело Для начала Это неплохо Хороша с собой Снежана Но ее тип мужчины Совершенно не такой Как вы Артистический Немножко самовлюбленный Ее тип мужчины Это бизнесмен Предприниматель Очень хваткий Давящий И я думаю Что она как раз На звездном олимпе Ровно до тех пор Пока не найдет себе мужчину Которого хотела бы найти Юля Это единственный человек С кем у вас сложился здесь диалог Это было отчетливо заметно Вы могли С ней единственный Из троих Говорить просто И эта беседа лилась И неважно Испытали ли вы То самое возбуждение Или как-то вас Не потянул Но вы с ней единственной Могли вести беседу здесь И поэтому безусловно она Меня Меня Мы столько песен К забабацаем Слушайте Дмитрий Себя Я думаю Вы сделаете Правильный выбор Поэтому проходите Послушай А почему ты до сих пор здесь Дорогой мой Ты же выбрал девушку В какой она комнате Милый Женечка У тебя больше другой возможности Не будет быстро Хоч я с тобой пойду Ну мы же Мы же женим Ты Диму А я Я умоляю тебя Если понравилось Да Если что То ты отмечаешь На все Хорошо Мальчик Ну конечно С Богом Я пошел Давай Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте смс Их номером По телефону 4 четверки Евдоким 29 лет Номер 1890 Менеджер по продажам В торговой компании Ищет красивую Темпераментную непоседу Способную на авантюрные поступки Алексей 32 года Номер 1891 Создатель веб-сайтов Ищет умную девушку Которая подарит ему Троих детей И станет лучшим другом Мы не знаем Выйдут Дмитрий И Евгений По одному Или со своими Новыми избранницами Давайте посмотрим Выходите все Из своих комнат Проходите ко мне Идите 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 Вперед Как скажете Дорогая Может это глупо Но Я тоже Дмитрий Я поддержу тебя Потому что Ты очень хороший человек Глаза Зеркало души Спасибо Ну вот просто Вы меня Чаровали Знаете Вы меня тоже В образе дракона Просто Чаровали АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот Нам же Как случилось АПЛОДИСМЕНТЫ Вставайте Боже мой Какие вы Прямо Посещали ЗАГС Посмотри АПЛОДИСМЕНТЫ Мы свидетели Нашли Уже Скажем Спасибо Если все Сможете Спасибо Либо Ницкий покров Спасибо Спасибо Сегодня у нас две пары Дмитрий и Снежана Евгений и Екатерина Если вы тоже хотите Обрести свое счастье Заполняйте анкеты На сайте Первого канала Если вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы И вы хотите С ним познакомиться Отправлять ФМС С именем героя На номер 4 четверки Я Лариса Гузеева Желаю Чтобы любимый человек Обязательно Сказал вам Давай Оженимся Удачи Пока Спасибо Всего доброго Мне казалось Что он Вот тот самый Благородный рыцарь Настящий мужчина Посмотрите пожалуйста На свои экраны Внимательно И бойтесь этого мужчину Пусть остановится Мгновенье Пусть мир застынет Навсегда У нас в семье Принято Что невеста Должна бабушку Старшую женщину В доме Омыть Конечно А по-моему бабушку А когда замуж выйдешь Будешь это делать Каждый день И судно выносить Правильно я понимаю Что только за одно это Мужчину уже нужно выбирать Сегодня да Никогда Это будет сюрприз Для невесты Но он же не мог Не понимать Сейчас такое время Тяжелое Особенно с женихами Сразу говорит У меня все в порядке Я не гей, не импатер Пока других Мы тоже слышим Нас разлучить нельзя Я не могу Я не могу Но он же не может быть Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»